Валерий Седов Если хочешь быть здоров, в Рязанской маржи рассказали и показали, как правильно закаляться. Накануне изменений на итоговой пресс-конференции губернатор Николай Любимов сделал ряд важных заявлений. Тайная жизнь новогодних игрушек стартовал сезон детских представлений на Новый год. Ужесточение ограничительных мер в новогоднюю ночь и на праздники мы не планируем. Наоборот, думаем о некоторых послаблениях. Все упирается в темпы вакцинации. Об этом сегодня заявил журналистом губернатор Рязанской области Николай Любимов на итоговой пресс-конференции за год. По его словам, темпы вакцинации в регионе немного снизились, но они все равно оптимистичные. Кроме того, губернатор впервые публично прокомментировал отставку Михаила Семенова и рассказал, где будет праздновать Новый год. Пандемия коронавируса – главный вызов последних двух лет. При выборе все запретить. На всякий случай, либо разумно оценить свои возможности, как заявил Николай Любимов, региональная власть выбрала второе. И об этом шаге не пожалела. Самое основное, что мы не пошли на закрытие всех наших промышленных предприятий. Мы сделали все разумно и в отношении предприятий частной медицины, в отношении предприятий сферы услуг, что, собственно говоря, предопределило и экономическую ситуацию в Рязанской области. Я имею в виду то, что у нас темпы роста промышленного производства, в отличие от большинства регионов, в стране они не только не упали. Они первое время, конечно, снизились, но далее и в 20-м, и особенно в 21-м, в текущем году они росли выше, чем в среднем по стране. Вот сейчас у нас 108,3 темп роста промышленного производства, и, соответственно, в стране у нас 105%. Одна из самых резонансных тем декабря – открытые письмо губернатору от перевозчиков с просьбой поднять тариф в общественном транспорте сразу на 5 рублей. С 23 до 28. Такое резкое повышение Николай Любимов счел недопустимым. Во-первых, в нынешней ситуации это накладно для жителей, а во-вторых, с качеством обслуживания сегодня прямо беда. То есть мы вот, допустим, повышаем проезд, где мы видим после этого гарантированное улучшение качества услуг предоставляемых. То есть у нас постоянно от людей обоснованные совершенно жалобы слышно о том, что троллейбусы или автобусы ходят иногда переполненными, о том, что не соблюдается график движения, что по вечерам из ряда наших районов города, да и в районах тоже это, естественно, присутствует, уехать невозможно. Хамское отношение иногда водителей присутствует к людям. Я понимаю, что обоснованно это экономически. Да, надо, конечно, повышать. Никуда не денешься, в результате мы это должны будем сделать, но повышать разумно так, чтобы люди от этого сильно не пострадали. Об увольнении бывшего вице-мэра Михаила Семенова губернатор впервые высказался публично. Как известно, экс-чиновник сейчас пытается восстановиться через суд, но Николай Любимов четко дал понять, с этим человеком рязанской власти не по пути. Это вопрос профессиональных качеств. Люди, которые хотят работать в команде, это как и всем относится, не только к Михаилу Олеговичу Семенову, они даже должны понимать, чего от них хочет губернатор, соответственно, жители. И понимать это очень четко, поскольку процессный подход, так называемый, когда люди занимаются процессом одним только, он недопустим. И где-то можно было подождать, где-то можно было поверить, где-то можно было, ну скажем, дать шанс второй, где-то научить человека чему-то, а где-то уже нет. Вот, соответственно, у людей ни сил, ни терпения, ни желания ждать больше нет, как и у меня. Говоря о кадровых изменениях, Николай Любимов анонсировал структурную реформу в правительстве региона уже в январе. Людям нужен результат, как, например, уже утвержденное строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне, которая будет работать параллельно с ныне существующей, а не вместо нее. Сегодня окончательно определились с участком, да, вот на конкретном будет участке уже строительство осуществлено. Мы, в свою очередь, уже определились даже, чтобы не было ни у кого потом отходных путей из-за того, что денег нет, да. Мы обеспечили в трехлетнем бюджете деньги на начало строительства. Вот это порядка 470 миллионов рублей на начало строительства. Ясно, мы будем просить поддержку в правительстве Российской Федерации. Сейчас, действительно, я уже говорил об этом, много разных инструментов, и построить ее должны обязательно. Самыми важными для себя событиями в уходящем году Николай Любимов назвал поход в красную зону и встречу с детьми больными диабетом. Вакцинация – единственно правильный выбор в пандемию. Рязань в этом смысле показывает хорошие цифры, привито уже 550 тысяч жителей. И самое главное – никакого ужесточения ограничительных мер в новогоднюю ночь и на все праздники не будет. А сам Новый год губернатор встретит дома, в Рязани, по-семейному. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». МУП УРТ снова набирает сотрудников. Автопарк пополнили новыми автобусами большего класса. Происходит логичное расширение штата. Все подробности в нашем следующем сюжете. Рабочий день у меня начинается где-то примерно в 5 утра. Прохожу сюда, прохожу механика, медосмотр, подхожу к самому автобусу, который у меня стоит в ряду, и выезжаю на линию. Так начинается каждое рабочее утро водителей в МУП УРТ. Выезжают на маршрут они только после всех необходимых проверок, чтобы рабочий день как для пассажиров, так и для водителей прошел без неприятностей. Роман Шульгин работает в УРТ почти год. До этого был водителем на коммерческих перевозках. Условия там были другие, куда жестче. А на зарплате это никак не сказывалось. Здесь же, говорит, и зарплата лучше, и социальные гарантии имеются. Тут гарантии, во-первых, отпуск, больничный, зарплата вовремя, график нормированный, нормированный рабочий день. Сейчас многие друзья и коллеги Романа перешли работать с коммерческих маршрутов на городские. Благо, места есть. Еще в начале осени в Рязань поступило 85 автобусов из Москвы. И почти сразу же появилась потребность в увеличении штата. В связи с этим МУП УРТ объявляет набор водителей. Здесь представляются все льготы согласно Трудовому кодексу. И, что не менее важно, хорошая зарплата. За последнее время нам удалось хорошо повысить зарплату водителям. Полагаю, что в период, когда многие работодатели, наоборот, снижают зарплату, закрывают свои организации, можно говорить о том, что мы добились успеха. Плюсом ко всему сотрудникам МУП УРТ предоставляется большой отпуск. 41 день вместо привычных 28. Также водители имеют право на досрочный выход на пенсию. Рады видеть новых водителей в нашем коллективе. С удовольствием примем граждан СНГ, у которых есть право работы в России. Всех ждем на собеседовании. Радио Заводская, 35. Вот эти новые автобусы сейчас ждут своих водителей. Рабочие места есть. Нужны только ответственные добровольцы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В минувшие выходные на Рюминском пруду прошел первый фестиваль закаливания и зимнего плавания. Моржи Рязанской и Московской областей соревновались в эстафете 4 по 25. Также состоялись заплывы для новичков и уличные эстафеты. Станин постепенно. Первый раз цветов. Нет, я как-то. Цветых источников потом сюда. Подругу привела. И осталась я здесь уже седьмой сезон. Ну, я так же. Я плавала там, пока лед не встанет. Ну, на пруду. И все думаю, где же вы каких-нибудь моржей найти. Но моржи меня нашли сами. Холодно так. Попробуйте. Любители зимнего плавания Наталья Ломакина и Татьяна Романова вот уже седьмой сезон занимаются экстремальным видом спорта и приглашают присоединиться всех желающих. В этом году в Рязанской области прошел первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания. Энергия холода. У проруби рядом с ЦСКА моржи из Рязани, Новомичуринска и Московской области. Среди участников фестиваля были и совсем юные спортсмены. Воспитанники детского сада номер 118. На протяжении 30 лет в Крепыше дети с удовольствием осваивают основы самооздоровления и с восторгом принимают холодовые процедуры. Конечно, все с разрешением родителей и по желанию самих малышей. Кстати, родители и воспитатели обливаются вместе с ребятами. Мы занимаемся с 90-го года. С 1992 года мы уже обливаемся все на улице. И сотрудники, и дети. Каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребенок в первую очередь был здоров. Когда будет здоровье, тогда будет и образование, и обучение, и счастливая жизнь. Поэтому родители, конечно, они идут по пути здоровья. Вместе с нами, вместе со своими детьми. Детям это очень нравится, потому что это очень приятно. Когда идет контраст температур, это очень приятно для организма. Закаливание – это отличный способ тренировки и укрепления защитных сил организма. Самым популярным видом зимнего закаливания является моржевание. Но относиться к этому стоит ответственно. Процедура требует обязательной предварительной подготовки. В противном случае закаливание может обернуться колоссальным стрессом для организма. И вместо того, чтобы исцелить и укрепить организм, при бездумном подходе можно навредить. Я занимаюсь пять лет. Пришла в клуб в декабре месяце и сразу как бы стала плавать. У меня всегда тянула прохладную воду, посещала на крещение источники. Мне очень понравилось, я решила прийти в клуб. И здесь я осталась уже на совсем. Всем участникам организаторы подарили памятные подарки и медали. Хотя главный подарок для моржей, как считают они сами, это здоровье. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». До Нового года остается меньше двух недель. Настроение праздника витает в воздухе, а в театрах стартовали детские елки. Представление в кукольном всегда самое ожидаемое. В этом убедилась наша съемочная группа. Во время зимних каникул в Рязанском театре «Кукол» будут жить Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Их волшебные помощники и герои любимых историй. В фойе уже засияла разноцветными огнями красавица-елка. Гирлянды, блестки карнавальных костюмов, праздничная иллюминация и тематическая фото-зона. Новый год с Рязанским театром «Кукол» – традиционное путешествие в сказку для всей семьи. На этот раз здесь расскажут невероятную, но абсолютно правдивую историю о тайной жизни новогодних игрушек. Мы создали такую историю про Новый год и время, как важно, как нужно ценить свое время, совершать добрые, честные поступки, вообще быть честным, настоящим человеком, чтобы в дальнейшем, будущем быть счастливым и получить эту маленькую толику счастья. Чтобы она родилась, нужно быть честным, настоящим, потому что время назад не вернешь. И Новый год – важно, чтобы ты был счастливым, потому что назад ты его уже не вернешь, если он у тебя так плохо прошел. Значит, от тебя все зависит, значит, от того, как ты относишься к этому, ко всему, что тебя окружает в этом мире. Вот про такую интересную вещь в нашей сказке. Режиссером постановки выступил Василий Уточкин, известный взрослым зрителям по роли Раскольниковой с драмой «И наказание». Может быть, поэтому в детском спектакле сквозит тема расплаты за плохое поведение. Игрушки признаются, что страдают из-за проказ мальчиков и девочек. Исправлять это должны, конечно же, виновники плохих поступков. Так ясно и недвусмысленно в этом году ребят учат хорошему поведению. В спектакле мне досталась главная роль мальчишки-проказника по имени Максим. Вот. Я являюсь причиной всего этого действия новогоднего. Вот. И, конечно, это очень ответственно, потому что нужно за короткий срок прожить целую маленькую судьбу ребенка, который из шаловливого шкодника превращается в довольно-таки умного, разумного мальчишку. В фойе театра посетителей приветствуют Дед Мороз, Снегурочка, госпожа Метелица и главный герой спектакля Максим. Вовлеченность зрителей в спектакль начинается прямо здесь и продолжается уже в зале. Когда надеваешь этот костюм, особенно как вот именно в нашем спектакле, он добавляет тебе какой-то вот царственности. Именно потому что он так сделан, я даже чувствую себя немного бароней в какой-то момент, соответственно, это добавляет тебе невероятных ощущений. В плане том, что ты уже становишься не обычная девчонка такая, а по ощущениям ты уже, ну что ты из себя представляешь. И поэтому, ну в общем, я чувствую, что я приношу детям радость, особенно когда вот мы заходим, и они так радуются этому, и это невероятные ощущения. Праздничный марафон уже начался, и желающим окунуться в атмосферу новогодних чудес стоит поторопиться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рыба питательный, но при этом часто диетический продукт. Но какие виды самые полезные? Наша съемочная группа составила список топ-5 самых полезных и вкусных видов рыбы, которые можно сейчас найти на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Красная икра, чавыча и множество других рыбных деликатесов вы можете найти на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра «Премьер». Тунец – это лидер по содержанию витаминов и питательных веществ. Его мясо – чистый белок. В тунце очень мало жира, есть цинк, фосфор, кальций, селен и витамин D. Семейство лососевые также занимает лидирующую позицию среди самых полезных и вкусных видов рыбы. Еще камчатские аборигены утверждали, что по вкусу чавыча превосходит всех имеющихся на полуострове рыб. Чавыча ценится за красное, жирное и сочное мясо и икру. Эта красивая крупная рыба считается самым крупным лососем, обладающим удивительно вкусным и полезным мясом. К лососевым относятся и белорыбецы, которые высоко ценят рязанцы. Выставка продажи «Икрай рыбы Камчатской» в наш город уже приезжает частенько, и многие гости ярмарки уже знают, чего от нее ждать. Они и рассказали, какая рыбка им нравится здесь больше всего. Чавыча понравилась, слабосоленая, которая таймень тоже нравится, омуль нравится. Продолжая исследование о том, какая рыба самая полезная, необходимо отметить палтус. Эта рыба может придать человеку позитивный настрой. На выставке продажи «Икрай рыбы Камчатской» каждый гость может сам продегустировать ее или икру, и если понравится, приобрести. Рязанцы говорят, что здесь рыбные деликатесы превосходят любые другие представленные в городе. Тут нормальная продукция, и что, в магазине купишь, и такая же цена, а неизвестно, какая она. Ну, если она действительно морская и камчатская, то да, она полезна. Омуль также считается очень полезной и вкусной рыбкой. Его потребление благотворно влияет на репродуктивную нервную системы. Нерка по своим свойствам похожа на омуля, и, кроме того, эта рыба способствует регулировке уровня сахара в крови. На прилавке представлена зубатка, скумбрия, муксун и многое другое, в том числе натуральная красная икра на развес. Ярмарка продлится до 26 декабря, включительно около входа в торговый центр «Премьер». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чабыча, красная икра, белорымица. С 20 по 26 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова